В соревнованиях они не встречались, но одни прошли одну и ту же теннисную академию в Мюнхене. Джокович сделал это чуть раньше, Гулбис чуть попозже, но тем не менее у них был совместный период тренировок. И, разумеется, этот факт Джоковичу припомнили, когда выяснилось, что после победы над Миколем Ладра будет играть Гулбис в четвертьфинале непосредственно с ним. Джокович рассказывал о том, что вместе, конечно, играли, тренировались достаточно много. И, более того, сказал, что вот в тот период, когда они были еще юны, Гулбис буквально сметал меня с корта, говорил Джокович. И когда спросили его, какой элемент в игре от Вица нравится ему больше всего, Джокович сказал, что это вне всяких сомнений подача. По крайней мере, по тому периоду Юниморскому, которому Гулбисы помнят очень и очень хорошо. Ну, давайте посмотрим, грубо говоря, что изменилось с тех пор, сметет ли Гулбис кольту Джоковича. Я думаю, что это, конечно, вряд ли, но однозначно сегодня так же вряд ли Джокович должен сместиться с корта Гулбиса. Это будет отнюдь и отнюдь не просто, не самая простая и очень убедительная за плечами сетка у Латыша. Очень убедительная игра на грунте, где он, очевидно, совершенно вырос по ходу этого сезона. Так что есть у него вся шанса. И на приеме, соответственно, Латыш будет сейчас находиться. 0-0, первая подача. В первом же розыгрыше, собственно, подачи судьбы этого очка Новый Джокович решает. 15-0. Благодаря тому, что с сегодняшнего дня матч начинается позже в сетке с двух часов по местному парижскому времени. Конечно же, сразу же с первой игры стадион. Если не заполнен, то полон более чем наполовину. Да, ну, Новый Джокович сейчас укоротил по неволе. Просто мяч у него попал в трос, и в силу этого получилось, что пришлось выходить Гулбису к сетке. Но Гулбис, соответственно, по ситуации укорачивал уже совершенно намеренно и сделал это блестяще. Короткий укороченный прямо из-под сетки. В принципе, это не самый сложный прием в рационале профессионального теннисиста. Выполнено очень четко. Самое интересное, что Джокович, судя по всему, не ждал такого развития событий. Ждал более глубокого удара явно от Латыша сейчас. Ситуации. Не предугадывал события. Смотрите, опять же, Джокович, громко сказано, остается в дураках, но направление удара оказывается в противоход сейчас Гулбиса. После того, как он вошел в корт, из хавкорта уже наносил этот атакующий удар. 15-30. Подачу выручил у Джоковича, в двух розыгрышах которых завязалась борьба. В этом гейме, соответственно, в этом сете и пока, в общем-то, в этом матче, поскольку это первый гейм матча, вообще на высоте Гулбиса оказался. Джокович за два своих очка подачи взял. Субтитры сделал DimaTorzok Ошибается. Шульг Гульбис, но на задней линии какой-то момент, когда оказалось, что Джокович захватит плотную инициативу и сможет с путем собственных усилий розыгрыш завершить. Так очень уверенно, достаточно спокойно. Глубоким топ-спином справа сумел он остановить. сербы. В принципе, были все основания рассчитывать на то, что еще борьба в этом розыгрыше продолжится. Ошибается Гулбис, выполняя прием. Слева обе ошибки пока, кстати, вот в этом гейме с приемой в предыдущем розыгрыше допустил, именно выполняя бэкхенд. Но это совершенно не значит, что удары какие-то, проблемы с ударом слева есть у Латыша. Просто еще в игру нужно войти, и ошибки могут быть в данном случае при выполнении абсолютно любого элемента. В этом нет ничего удивительного. Параллельно на корте Филипп Шатрие, в главном центральном корте чемпионата Франции, проходит встреча Анны Ивановича, второй Сейны и Пати Шнидер. Тоже достаточно интересная игра. Но мы для вас выбрали вот именно эту встречу, которую показываем. Она нам оказалась более увлекательной. Хотя бы с точки зрения какой-то подоплеки, которая в ней есть. Два теннисиста, которые прекрасно знают друг друга. Один состоявшийся звезда, второй главная сенсация в мужской сетке. Да, и Нолу Куджоковичу не остается ничего, как распластавшись по корту, не сыграть в итоге этот мяч. Скорость подачи вы прекрасно видели, 213 километров. Физически здоровый, силе достаточно мальчик. Хотя по молодости еще несколько субтильный, при росте метра 90 весят всего лишь 76 килограмм. Для его лет вещь достаточно нормальная. С возрастом маленечко заматереет он определенный, и килограмм 5-6 наверняка наберет к своему росту. Хотя он, кстати, может и расти, я думаю, 19 лет все-таки это не исключено. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, даже пытаясь резанный выполнить с форхом, и сейчас Гуджокович не сумел вернуть этот мяч в корт после кросса. Но ответ был очень мощный, хлесткий, с небольшой боковой подкруткой. Немного было даже при хорошем движении шансов сыграть такой мяч. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна попытка укоротить со стороны Гуджоковича, но, в общем-то, также будем считать, что достаточно удачная. По крайней мере, Гуджокович доставал мяч в очень низкой точке, где он не мог сыграть агрессивно. И дальнейшее развитие событий оставляло все шансы Латышу для того, чтобы, в общем, точку победную в этом розыгрыше подставили. Но тут чудом буквально Гуджокович угадал направление удара. Ну, можно даже сказать больше, Латыш буквально попал ему в ракетку этим мячом. И затем не смог выполнить смеш. В общем, не самый простой. Мяч очень глубоко в сетку попал, очень далеко от троса. Шипсей Джокович при выполнении бэкханда, в ситуации, когда было по 30, попробовал сыграть активнее. Это давало ему возможность заработать брейкпоинт. Если бы этот удар проходил, я думаю, что бы убийце было бы тяжело его достать. Да, и все-таки будет борьба в этом гейме. С первого геймбола отышу свою первую подачу в этом матче. Взять не удается. Ровно. То, что попадается, конечно, на такой скорости первым мячом и попадается настолько точно, прижимает мяч максимально в лбиск линии, достать уже невероятно сложно. Даже с учетом чуть более медленного и более высокого оскока, которым славятся грунтовые корты. Но травили на хар, где-то вообще, скорее всего, был бэйс. Но тут Джокович даже чуть-чуть мяч цепляет. В данном случае смэш был выполнен безупречно, при том, что тоже нельзя назвать его, было откровенно простым. По сути, с хавкорта его гулбис сейчас играл. Это самый смэш тянулся немного назад. Тем не менее, идеально направляет мяч в корт. 1-1. Хорошая очень завязка этой игры. Многообещающая. Оба сыграли в своих лучших моментах очень активно. Это обещает нам агрессивную и обоюдоострую игру на протяжении всего матча, я думаю. Ну вот, обменялись любезностями. Два раза уже выдернул к сетке укороченными гулбис Джоковича. Оба раза можно считать, что достаточно уверенно и удачно. Ну вот, Джокович также дал понять, что с этим элементом все более чем в порядке. Длинный и укороченный в данном случае выполнен. С задней линии сложнее, чем то, что сделал латвиец в удачном для него случае. Аут. 0.30. И хорошая, не очень сильная, но глубоко направленная подача, уходящая. С подкруткой. Скоро всего лишь 179 километров, но при такой технике исполнения более чем достаточно для того, чтобы есть заработать. Достаточно остро и глубоко ответил сейчас гулбис, но с лёта Джокович играет блестяще. Джокович победит парк 2-1. Спасибо. Непосредственно перед первой подачей в этом гейме Ирнесто Гулбисом возвращаемся в эфир. 2-1 Новак Джокович впереди в первой партии, пока эта встреча в 12 минут продолжается. Хороший по направлению, по мысли удар. Есть пока небольшая нервозность действий на человека. Это понятно при той ситуации, когда ты впервые в своей жизни достиг 1-4 турнира «Большого шлема». Вот здесь уже срывает удар полностью. Это серьёзная ошибка. 0.30. Если не ошибаюсь, наставник Эрнесто Гулбиса, по-моему, Могу ошибиться, но, по-моему, это он австрийский специалист. Имя чуть попозже, вспомни, обязательно крутится в голове. Ну, в этой ситуации должен был решать все вопросы. Это Новак Джокович в результате того, что Гулбис не очень глубоко сыграл предыдущий свой удар. Вот видите, и мяч был высокий, идеально удобный для того, чтобы сыграть. Форхантом с верхним вращением просто лучше не придумаешь подарок для Джоковича. Он, конечно, оприходовал его с превеликим удовольствием. Три брейк-поинта. В самую линию мяч попадает. Да, и здесь ключевой удар как раз тот самый, когда попал мяч в линию. И Новак Джокович так сейчас, по-моему, свое внимание именно на той точки пространства сосредоточил, чтобы убедиться, попал мяч в самом деле или все-таки нет. Я думаю, что спорить-то особо не станет. У него еще два брейк-поинта в запасе и все возможности выиграть первый гейм на подачу соперника. Да, и очень хорошо сыграно Слётов в низкой точке. Рада сейчас в ноги непосредственно Улбису мяч направить Джокович не смог. Но все равно было достаточно непросто. Согласитесь, находясь далеко от сетки, сыграть такой мяч. Причем сыграть его нужно было максимально точно, прижав к линии, для того, чтобы Джокович решился всяких шансов его достать потом. Все равно еще один брейк-поинт остается у Серба. Второй раз у сетки подряд. Улбис на этот раз сразу с подачи. Реверсом играет безупречно. Три брейк-поинта отыграл. Сам, правда, себе по большому счету проблемы и создал двумя ошибками. Одну из них просто кошмарной, когда сорвал удар. Второй подряд у Карочина и у Джоковича не получился. Причем, как уже говорил по ходу наших трансляций, такое очень сложное, тонкое оружие. И редко, когда процент удачных действий в результате употребления укороченного превышает 50-55%. Один из двух мячей, как правило. По линии здорово сейчас Глубис убирает мяч, меняет направление. Для этого надо работать и ногами, и корпусом прежде всего. Плюс подкрутить мяч не самый простой с точки зрения техники исполнения удар. Из сложного положения латвиец выкрутился 2-2. Проходило, проходило. Это атака. Вот та, в которой мяч попал в трос и потом перелетел на половину площадки Джоковича. И думаю, что не коснись мяч троса. Выиграл бы, скорее всего, этот розыгрыш латыш. И великолепный прием. С Форханда специально забегает под этот удар Глубис. Ситуация, которая не оставляет никаких альтернатив. Потому что в том случае, если ты неудачно этот удар выполнишь, ты либо, соответственно, ошибаешься, либо соперник успевает прочитать эту ситуацию. Ответ уже может получиться критическим для тебя самого, поскольку ты, забежав под Форханда, освободил практически весь корд. Для этого даже не обязательно мяч к противоположной линии прижимать. Достаточно сыграть в метре в полутора. От нее надежно на исполнение, что называется. Поэтому такой заход под Форханда на приеме требует очень ответственного подхода. В следующем розыгрыше ошибка. Слева 30-15. Не удалось сейчас вырезать мяч. Джоковичу не хватило подкрутки ему для того, чтобы в квадрат лечь. Очень быстро сейчас Серб сыграл по восходящему мячу, опережая соперника. Максимально агрессивно вышел на мяч. И он глубоко точно лег. Этого достаточно оказалось для уигрыша. Должен успевать Глубис. И более того, должен сыграть достаточно остро еще. Ну вот, мог сделать подарок Джоковичу сейчас Эрнест, по крайней мере. Ну, при такой ситуации, конечно, Сербу не осталось ничего, как просто подставить ракетку. Но подставив ее, он мог угадать, что называется, попасть все-таки в корт. Надо здесь, наверное, было Эрнесту, конечно, по диагонали играть, учитывая то, что он сыграл, на самом деле, в тот угол, в котором Джокович находился. Не прочитав несколько движений Серба. Смотрите, насколько не стремятся эти ребята, что называется, морочить низ. И выжидать, какое большое количество атакующих ударов, ударов, из которых плетется атакующая комбинация. Очень часто на грунте приходится видеть розыгрыши, когда 10-12 ударов вполне почему нет. Теннисисты могут выжидать, гонять друг друга по задней линии. Не гонять даже, а выбрасывать мяч под центр корта. Выискивает тот момент, когда чуть-чуть произойдет сбой, чуть-чуть амплитуда атаки станет пошире, когда мяч чуть-чуть ближе к линии призмется, для того, чтобы уже атаку начать строить. В данном случае ни Джокович, ни Губис этого делать совершенно не стремятся. Каждый из них настроен. Если не в максимально короткое количество ударов, то в 3-4 завершить розыгрыш этот. Это был низкий мяч. Проблемы могли возникнуть действительно отскока. Да, и вот здесь уже Джокович играет практически идеально. В ноги с низкого мяча один подобный уже удар Губиса сумел исполнить, но тут гораздо сильнее просто помощь было сыграно, поэтому повторная попытка не удалась. 3-2 впереди, серп, но ему приходится непросто, конечно. 3-2, и вот нам показывают скорость самой сильной подачи. Пока в этом матче преимущество явное у Губиса, конечно, но в принципе потенциально у него посильнее подачи. Он, в общем-то, и за 220 способен подавать. Очень много времени, кстати, Эрнест уделил подготовке непосредственно к чемпионату Франции. Завершающий цикл подготовки. Три недели, когда он чрезвычайно много работал над физикой и над изменением тактической модели игры, потому что, как раньше сам про себя говорил, жаловался, я играл на грунте ровно так же, как на харде. Нужно было думать чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-другому играть. Последствия этой работы видны сейчас совершенно очевидным образом. Человек в четвертьфинале открытого чемпионата Франции находится. Забежав под форхенд, не оставил никаких шансов Джокович Гулбису. Пытался тут растянуться по грунту. Поднять мяч, но шансов уже не было. 15.30. Блестящая подача. Каждый раз, обратите внимание, уже не первый момент. Атыш пытается сыграть не в том направлении, которое считается наиболее логичным с точки зрения развития атаки, потому что вы видите, что большая часть корта открыта именно под кросс в данном случае, а в противоход Джоковичу, ну и как минимум в двух случаях из трех уже по ходу первого сета, это у Гулбиса получилось. Есть, конечно, уже и персональные поклонники. Неудивительно при уровне популярности этого спортсмена в Латвии. Не очень удобный мяч под него ногами, не доработал сейчас Гулбис. Удар Джокович оказался глубоким, и для того, чтобы ответить удачно, спокойно, как-то без суеты, удобно выйти под мяч, нужно было за шаг назад делать, а этого латвия сделать не успел. Скорость этой подачи 206 или 208, по-моему, километров была сейчас, но Джокович, несмотря на это достаточно удачный прием, демонстрировал, который, по крайней мере, оставлял ему какие-то шансы в этом розыгрыше, вполне даже, в том случае, если мяч в корт и попал, в корт. И четвертый брейк-поинт. За два гейма у Джоковича возникает. Лубис сейчас сразу же форсировал события, заходил в корт глубоко, и, в общем, совершенно очевидно было, что в том случае, если бы этот бэкхенд попал под заднюю линию, то пошел бы к сетке сейчас. Здесь пошел к сетке сразу, но этого не понадобилось. Хороший признак уже настоящего большого мастера, когда, допуская, конечно, ошибки, не всегда попадая первым мячом, ты первую подачу включаешь в нужный момент, причем подачи получаются и сильные, и острые по направлению максимально. Сейчас Глубис сделал это на брейк-пойнте. Это говорит о психологии большого игрока, который уже прививается постепенно. Следом, правда, не попал. Тут уже ровно, есть какой-то запас прочности. Да, достаточно простая ошибка. Остался, правда, организовать контр-игру. Удар был довольно агрессивный. Но, тем не менее, это тот случай, когда ошибка будет записана в невынужденные. Таковых, кстати, у Глубиса уже 10 набралось к этому моменту, если верить онлайн-статистике. Это, в общем, очень даже похоже на правду. Блестяще укорачивают и сетки. И вновь ровно второй брейк-пойнт отыграл. А вот дальше, как бы, сунел Джокович. Принятил этот мяч и сам очень недоволен собой, в принципе, к боковой линии квадрата. Эта подача не была прижата, она была достаточно мощная. Но из тех, что должны игрокам уровня Джоковича приниматься, поэтому понятно, почему Новак так досадовал сейчас. Даже подумывал, по-моему, ракетчику бросить, но пока не стал этого делать. Еще одна ошибка Глубиса невынужденная. Были варианты, и из них укороченный, конечно, являлся возможным, перспективным, но не самым простым, скажем так, явно. Элементарно сейчас диагональ с бэкканда обещал гораздо больше перспектив Глубису. Шестой брейк. И очень много нехороших слов по сербски. Это очень удобно всегда для российских и сербских теннисистов, когда в западных странах тебя, в общем, не очень хорошо понимают, твои родные идиоматические выражения, и можно позволить себе отвести душу. Новак это ему иногда пользуется. Большой любитель этого дела мы знаем прекрасно Марат Сафин. Из шести брейкпоинтов пока Новак Джокович не сумел реализовать ни одного. У него гораздо меньше невынужденных ошибок, но были как раз те случаи именно на брейкпоинтах, когда ему собственной концентрации, собственной точности не хватало. Несмотря на то, что сейчас у него всего четыре невынужденных ошибки, я думаю, что как минимум две из них он допустил, именно имея брейкпоинт. Да, и вновь ровно. Сорвал удар с бэкхэнда. Недоволен ракеткой. Кстати, удар был как раз вот такой. Да, действительно, судя по всему, струна порвалась. Это очень похоже было действительно на правду, потому что когда рвется струна, мяч вот так вот срывается, часто улетает очень далеко. Сейчас как раз именно это у Голбиса и произошло. Особенно вот обидно, конечно, что в ситуации, когда больше у него было, и он имел шанс завершить этот гейм. Затяжной, очень тяжелый. Свою пользу на замедленном повторе очень хорошо видно, что прямо по центру одна из вертикальных струн рвется на ракетке латвийского теннисиста. Именно из-за этого в итоге у него мяч срывается со струнной поверхности. В данном случае уже к струнам никаких претензий, только к себе, разумеется. И седьмой уже, страшно подумать, за два гейма на подаче соперника брейкпоинт у Нолока Джоковича. Когда же это, интересно, закончится? Встреча продолжается уже 31 минуту. И получается она затяжной не из-за того, что здесь очень затяжные розыгрыши в этом матче, а из-за того, что колоссальное количество, собственно, сыгранных очков. В трех геймах подряд, поскольку достаточно длинный гейм на подаче Джоковича получился. Там тоже было ровно, но эти еще более затяжные получаются. Не достает этот мяч в последний момент, казалось, добежит до него Джокович. Реагировал достаточно неплохо. Ну, хотя сейчас идеально ситуацию для этого выгодал. Очень далеко Сера покопался на задней линии, почти в полутора-двух метрах от нее находился. И, по сути, полутора-двух метров, чтобы добежать, ему, в общем-то, и не хватило. И как-то сыграть этот мяч больше подачу выручает. Место. Тут же, конечно, он глубоко заходит в корт. И в очередной раз ему удается поймать Джоковича на противоходе. Каждый раз по движению, в попытках угадать, куда же будет направлен толстый удар. В под такой ситуацией, когда играет с хапкорта латыш. Не угадывает. Третья серия этого турнира. 210 километров по ходу этой встречи было уже и куда как посильнее. 3-3. Гейм, который продолжался на сколько? В 8 минут, по-моему. На счетчике натикало 26 минут, мне кажется, в тот момент, когда спортсмены выходили играть. Были тут геймы уже на Ралангарус, которые более 10 минут продолжались. И подобного рода событий случаются вообще каждый год на открытом чемпионате Франции. На то он и грунт. Ну, сейчас где-то близко к этим абсолютным образцам сейчас. Подошли латыши-серв. 3-3. Как будто очень часто на трибунах по интершуму слышно перед подачей одного из теннисистов. Смешно становится, непонятно от чего. Хорошее направление и непростое очень. В данном случае из центра корта сыграть обратный кросс достаточно непросто. Джокович рискнул. Сделать это, в принципе, ему пары сантиметров не хватило. При контакте с тросом мяч ваут уходит. Белд Монт. Да. 0,30. Настоящий грунтовый теннис, когда свою подачу взять не менее просто, чем чужую. Нет еще первой подачи сейчас. Смотрим, будет ли глубже в корт заходить Глубис, чтобы сыграть агрессивнее со второй. Ну, Джокович слишком опасный. И вторая подача для того, чтобы откровенно пытаться сделать это. Хорошо, выключенный мяч сложный достаточно для приема. Все равно мы видим, что Глубис ошибается. Попытки все-таки сыграть агрессивно, глубоко. Хотя, в общем, на самом деле у него не получалось. Мяч, если бы попадал в площадку, по центру корта ложился. И вновь обратным кроссом. Третий розыгрыш подряд. Правда, на этот раз он приносит свои плоды Джоковичу. Практически все в этом гейме, остро. Ну, так складывается ситуация, он пытается именно обратным кроссом сыграть. Ну, так, серединки наполовинку. Дважды не получилось, дважды... Дважды да. 40-30. Не держи. Продолжение следует... Ошибается Джокович. И второй раз и на его подряд подача. Ровно. Судя по всему, сейчас забыл, что... Забыл счет. Собирался, по-моему, подавать из несчетного квадрата. Вот тут напомнят. Хватает и техники, и людей для этого, для того, чтобы не потерять ни в событиях. Блестящая подача. Вот то, что он умеет выполнять просто идеально, совершенно. Не очень мощную, но хорошо подкрученную подачу, уходящую, именно из счетного квадрата. Два эйса у Джоковича, и оба вот именно таким образом достигнуты. 184 километра скорость мяча всего лишь. Более чем достаточно для такой техники исполнения. Здорово. Второй из подряд. Сам Новак явно не очень доволен. Так досадует на себя, видно. 4-3. Сначала из счетного квадрата, потом из нечетного. Выровнял статистику по эйсам в этой встрече. Кстати, Новак Джокович теперь по 3 соотношения мячей, поданных на вылет. Но первым мячом вообще Гурбис попадает пока поболее. 67% первой подачи. 24 мяча из 36. А Новак Джокович попал 15 из 26. 58%. Новые мячи, судя по всему, показывает. Сейчас Гурбис своему сопернику. Хороший мяч с подкруткой и блестящий бэкхенд по диагонали. Видно, как здорово ложится подача. И видно очень хорошо, особенно на повторе, вращение мяча боковое. Которое осложняло прием. Кто-то ходит на трибунах или, не дай бог, фотографирует. Делать этого нельзя. Просто не принято на теннисе. Это мешает. Теннисистам именно из-за этого сейчас Гурбис. Не стал подавать, взял паузы на какое-то время. Судья предупредил находящийся на трибунах публику о необходимости не мешать людям зарабатывать большие деньги и большие рейтинговые очки. Сейчас обратный кросс мог получиться вот в этой ситуации. Как всегда, очень опасный у Гурбиса, но для этого удар нужно было исполнить. Сделать это не получилось. Соответственно, агрессивного кросса Джоковича. По 15. Сейчас без вращения плоской ракеткой подает Гурбис. Но тут и точности, и силы мяча хватает для того, чтобы в тупик Джоковича поставить. 30-15. Подачей, и, скажем так, за счет подачи, латвиец, конечно, поболее очков, чем соперник, выигрывает. Существенный элемент в его игре. И я думаю, если он такую прыть сохранит, то... Отравей на харде. В этом сезоне это ему уже будет очень серьезные дивиденды приносить. Четвертый эйс. Все три выигранных очка в этом гейме. Гулбис себе обеспечил именно подачей. И, кстати, самая мощная подача пока этого матча. 220 километров. Есть чем похвастаться в этом отношении, но при этом еще... Очень здорово, очень хорошо, что парень на корте умеет абсолютно все. В отличие от многих больших мастеров подачи. Новак Джокович мог затянуть сейчас ход событий в этом матче, но для этого нужно было сыграть смеш в прыжке. Что всегда отсутствие земли, грунта в данном случае, под ногами во всех отношениях. Это верно. Затрудняет несколько... Ситуацию, ну, некоторая небрежность сейчас, такое ощущение, была в действиях Новака. Еще просматривалось как-то он так отмашечкой такой, как будто бабочку с очком ловил. Сейчас пытался сыграть. Вальяжность легкой в движениях присутствовала. Соотношение выигранных мячей с невынужденными ошибками. Гулбис выигрывает больше, но при этом больше ошибается. Соответственно, обратная ситуация совершенно у Джоковича. Гораздо меньше выиграл активно, но при этом значительно меньше ошибся. Более... в два раза ровно меньше ошибок. Глубоко мяч в аут уходит по 15-ти. Глубоко мяч в аут уходит по 15-ти. Глубоко мяч в аут уходит по 15-ти. Все-таки в обмене ударами стабильности пока, ну, просто в силу... В силу как раз наличия меньшей стабильности в игре, в исполнении каждого элемента у Глубиса поменьше, если этот обмен ударами затягивается. Последний розыгрыш, 19 ударов, пожалуй, пожалуй, что самый длинный пока из того, что мы видели в этой встрече. Хороший кросс. И не менее острый ответ. Ну, браво, задумано было здорово. Оставалось только реализовать. 40-15. Неужели мы увидим первое за долгое время гейм без игры на больше и меньше? Предыдущий, правда, у Глубиса был уже. Да, все. Мощной подачей заканчивается свой гейм Новак Джокович. 5-4. В принципе, следующий гейм даже может стать последним в этом сете. Это первый розыгрыш 10-го гейма этой партии. Особо ошибается Новак Джокович. Кстати, вот буквально несколько секунд до того, как мы вернулись в эфир, показали организаторы достаточно такой интересный, с их точки зрения, статистический момент. У каждого из спортсменов по 63% первой подачи попадания. Самое интересное, что, допустим, на официальном сайте Ролан Гарос, вот в статистике онлайн, которую сейчас смотрю, у Джоковича 65% стояло. Каждый раз удивляешься, откуда возникает эта разница, если вроде бы информация идет из совершенно одного источника. Ну, это, как говорится, не наша беда, и разница, в общем, не сильно велика. Поддавил сейчас соперника Джокович. Ну, в принципе, Глубис в этой ситуации должен был сыграть, и хотел сыграть так, как это нужно, агрессивно, мощно в ноги сербу. И тогда Ановаку пришлось бы очень тяжело для того, чтобы вытащить этот мяч, вынуть его из-под сетки. Но ошибся. Сидится, справляет ситуацию. Подача тут же 30-15. Сейчас уже не дошло, так любая ошибка на его подаче, любой срыв приводит к тому, что Джокович автоматом выигрывает Редсет. Шансов для этого Глубис и так уже более чем много предоставил сербу. 8 брейкпоинтов. Брейкпоинтов. По 30. Сложно сказать, на чьей стороне симпатии публики. С одной стороны здесь Нолог Джокович, с другой стороны здесь Глубис. Молодой игрок, пробившийся неожиданно до высокой стадии. Соревновательный всегда интерес публики вызывает. Мне кажется, что здесь сейчас ничья практически, грубо говоря, и зрители, болеющие за Джоковича и за Глубис, примерно одинаковое количество на трибунах. Джокович опять вспомнил родной язык по случаю неудачного приема. 40-30. И блестящий эйс. Явно очень приличной скорости. Может быть и казалось, что побольше. Намерили всего лишь 203. В общем, так тому и быть. 5-5. Джокович сейчас сможет себе тайбрейк обеспечить. А Глубису для этого предстоит взять еще и свою подачу. Если, соответственно, Джокович возьмет свою. При такой игре с обоюдными шансами, которые мы видим постоянно, может произойти абсолютно все, что угодно. Прием, кстати, был классный, несмотря на то, что мяч уходил за пределы квадрата. На приеме, прежде всего, сейчас здорово ответил Глубис. И подсаживаться низко очень играет мяч. В такой позе практически, можно сказать, хоккейного вратаря, стоящего-то не на коленях. Джоковичу пришлось... Следующий мяч после приема. Латвийца. Дальше уже не тигры. Рука Глубиса были. 0.15. И нет первой подачи. Блестящий прием. Причем прием слева. И Джокович опять помянул всех, кого. И все, что мы помянули на родном языке. Но в связи с тем, что случилась буря аплодисментов, в этот момент этого не было слышно. Активно выигранных мячей. Латвийца 18, у Джоковича 7. Почти в три раза больше. Если б это еще разбавлял меньшим количеством своих ошибок и латвийцу, скорее всего, эта партия уже закончилась бы в его пользу. И вот она очередная. 19-я еще одну и будет юбилей в этом сете. Он любит этот план, почему-то французские телевизионщики показать подошву судейских кроссовок и публику, соответственно, противоположной трибуне через этот вот аксессуар. Чем-то он очень высоко творческим кажется. По 30-ти противоходе игра и обратным кроссом сейчас ловит Глубиса Джокович. Выравнивает ситуацию в этом гейме. Должен решать ситуацию. Да, это делает, опять же, обратный кросс. 202 километра скорость последней подачи. Это очень большой и неудобный для игры был теннисный мяч, но очень похоже. Да, на грани двойной ошибки сейчас находился Новак Джокович. Вот та самая 20-я невынужденная ошибка стабильно поддерживает эту разницу, имея в виду, что у Глубиса в два раза больше невынужденных, нежели у Новака Джоковича. Сейчас, соответственно, 20 и 10 к сетке на данном этапе матча пока Матыш ходит гораздо более удачно, чем его соперник. И причем чрезвычайно эффективно. 10 выходов к сетке, из них 9 оказались выигрышными. Для Глубиса Джокович, в свою очередь, сходил к сетке 5 раз и только дважды добился успеха. 5 эйсов для грунтовой партии, для грунтового матча. Вообще такой нормальный, неплохой показатель. Часто бывает... Даже у мужчин, что за сет с ни одного эйса на грунте не делают. Ну и еще один показатель, который нужно напомнить его. Еще раз отметить то, что Глубиса не было по-прежнему ни одного брейкпоинта, в то время как Джокович и хрестерял по ходу этой партии аж 8 штук. Редкая ситуация, когда из 8 брейкпоинтов не удается, собственно, выжать ни одной подачи на выигранной, в то время, когда мяч в игру вводит соперник. 6-5 и перспективы очень простые. Либо мы увидим тайбрейк, либо Новак Джокович эту партию заканчивает в свою пользу за счетом 7-5. Ну, думается, что тайбрейк однозначно Глубис заслужил своей несколько нестабильной, но очень агрессивной и яркой игрой. Есть вот там оттенок того, что он вчерашний юниор. Прежде всего, в стабильности. Ну, а так талант человека является просто несомненным. И по мере того, как он будет, по мере взросления и обретения уверенности исполнения в каждом техническом элементе становиться все лучше и лучше. Я думаю, в десятке не поздоровится людям. И кому-то из нее придется потесниться. Повезло в первом мяче Глубису. Мяч попал в трос и свалился на стороне Джоковича. Но во втором мяче Серп ошибается. 30-0. 15-30. Вынужден резаным отыгрываться. Глубис в этой ситуации укорачивается слишком-слишком высоко. Отскок погасить не удалось. И Джокович, в общем, видел и читал эту ситуацию. Заходил под мяч идеально. И сумел сыграть в результате этого укороченного. Надь сеткой еще. Имея все возможности для того, чтобы заканчивать розыгрыш свою пользу, как и получилось. По 30-ти. Да, вот. Когда подвели нервы молодого теннисиста. В тот момент, когда мог возникнуть сетбол. Сетбол в этой партии, я думаю, что, скорее всего, выполняя вторую подачу, сейчас об этом как раз неожиданно для себя подумал. И от этого руки задрожали сами собой невольно. Ну, этот факт действительно придавливает, что называется, психологически, к земле буквально и заставляет нервничать. Нужны годы для того, чтобы справиться с этими неожиданными неприятными мыслями. И сразу же следом блестящая подача. С одной стороны, ошибка, да, это издержки молодости. Но с другой стороны, вот то, что я говорил, парень умеет включиться в решающий момент, когда его подача особенно необходима. И делает это уже второй или третий раз в этом матче. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило точности сейчас по направлению. Это удар хорошо этот голубейс исполнял. Если бы мяч перешел на стороны сетки соперника, то было бы больше у него. Ровно час продолжается этот сет. В общем, мы и предполагали. Даже невзирая на то, что тайбрейк отнюдь не гарантирован соперникам, эта партия уже действительно перешла за 60-минутные пределы. Десятый брейк-поинт, он же второй сутбол. Ой-ой-ой, теперь уже Джокович сделал подарок сопернику. Но голубейс, с одной стороны, казалось, как-то немного опрометчиво. Пошел к сетке, но с другой стороны, молодец, что сумел в итоге непростой мяч сыграть. Сейчас мы его на повторе увидим. Вот после этого удара с бэкханда, аккуратно придерживая опять же ракетчику второй рукой. Отправился-таки на половину соперника мяч, при котором, возможно, ошибка. И Джокович, ну, по сути, уже, наверное, уверив себя полностью в том, что он уже выиграл эту партию, и, наверное, уже увидев, как мяч лег туда и как табло зафиксировало счет 7-5, совершает ошибку. 22-я невынужденная. Чаще все-таки голубейса подводит удар слева, хотя ошибок настолько много, они настолько вариативны у него по ходу этой партии, что сложно какую-то тенденцию провести и разграничить. Это большой список, определить, какой же удар сегодня, какое направление является для голубейса более проблемным. И вновь включает подачу. Страшно подумать. Надо смотреть, конечно, статистику этих соревнований. Этого турнира и статистику предыдущих лет на Ролангарос, но 11 отыгранных брейк-поинтов за партию – это что-то граничащее. По крайней мере, я думаю, с лучшим достижением этого года уж точно. Мяч очень далеко от квадрата сейчас лег, кстати. Как же так великолепно сейчас, подрезая мяч. Хорошим ближним вращением его вернул в корт после великолепного кросса Джоковича Гулбис. И после этого получил шанс на продолжение борьбы в этом розыгрыше. Сам же себя вновь загоняет в сложнейшую ситуацию. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Да, и все. Эта партия заканчивается, и Новик Джокович сей успех празднует так, как будто он уже выиграл этот матч. Пока это всего лишь первая партия, и еще придется изрядно по ходу этой встречи попахать ему для того, чтобы одолеть своего латвийского соперника. 7-5 Начинается вторая партия четвертьфинального матча открытого чемпионата Франции 2008 года между сербом Новиком Джоковичем и латвийским теннисистом Эрнестом Гулбисом. В первую победу очень тяжелую одержал Новак Джокович, который страшно представить. Сумел взять подачу своего соперника только лишь с 12-й попытки. 12 брейкпоинтов было у Новака, и ясное дело после того, как это все-таки случилось в последнем гейме, и он наконец-то взял подачу латыша, тут третий сейн и устроил практически целую религиозную церемонию. Воздевал руки к небесам благодаря их, затем, присев поотдыхать на свое игротское место, где игроки проводят паузы между геймами и сетами, неоднократно перекрестился, ну, собственно, давая тем самым понять, что происходившее в первом сете попахивало какой-то уж, простите, чертовщиной, наверное. Действительно, выиграть один из 12 брейков всего лишь такое случается отнюдь не каждый день. А Джокович сам себе и своим поклонникам таким образом нервы потрепал изрядно. Мы видим, что пошел дождик, пока он невелик, и, в общем, в связи с тем, что небесная канцелярия не балует хорошей погодой теннисистов, на Ролангорос на протяжении всего турнира, вот уже на протяжении второй недели, в последние дни вполне возможно, что теннисисты будут играть под небольшим дождем. Пока он моросящий, пока он не доставляет каких-то критических неприятностей сражающимся соперником, в общем, ничего, придется маленько помокнуть в таких условиях накануне. Слегка подмокая играли Роджер Федор и Жульен Бенето, Динара Сафина и Мария Шарапова. Так что исключено, если уж не разверзутся совсем хляби небесные и не пойдет ливень, то будут радовать публику под небольшим весенним летним, теперь уже дождичком. Мы видим, зонты появляются на трибунах в изобилии, а теннисистов возможности накрыться зонтом нет. Да, было ощущение, что мяч зацепил в сетку. По 30. Хорошая выходящая подача в лучшем стиле, который способен демонстрировать Новик Джокович. Прекрасно мы знаем, как он может это исполнять. И достойный был, агрессивный. На вылет ответ Глубиса. Мяч чуть-чуть в аут ушел. Ровно. Ну, как, в общем, мы и предполагали, отнюдь не все еще. В этом матче решено, а просто Новик Джокович, естественно, по окончании сета, выглядел человеком, который уже на 99% всю работу сделал. Настолько нервным и психологически тяжелым для него, в связи со сказанным, получился первый сет. Есть ощущение, что его так немножко отпустило после того, как наконец-то он все-таки брейк сделал. Сейчас нужно, понимаете ли, вновь работать. Такая вот неприятная тенденция. И впервые в этом матче уже вот так вот, будьте здрасте, возникает брейкпойнт у его соперника. У Наста Глубиса 1 час и 3 минуты, кстати, продолжалось. Первая партия общей сложности. Это невзирая на то, что она не дошла до тайбрейка. Успевает доставать этот мяч. Джокович. Единственный шанс Глубиса в этой ситуации заключался в том, что он должен был угадать направление атаки Джоковича и достать этот мяч. В общем, в итоге, получилось-то все примерно по этому сценарию. За исключением того, что мяч, выздать этого укороченного, достал в настолько высокой точке Джокович, что мог позволить себе агрессивно атаковать его, чуть-чуть подкручивая. И даже находясь в этом же самом углу, его соперник никаких шансов не имел для того, чтобы продлить розыгрыш хотя бы на 1-2 удара еще. Ровно. Ну вот, Джокович, по ходу этой встречи все чаще и чаще выглядит человеком, которому совершенно неблаговолит судьба. И настолько много уже страдалических мин по ходу встречи он изобразил, что хочется прямо вот по Станиславскому сказать «Верю, старик, верю, все хорошо. Мы понимаем, что тебе очень плохо». Тем временем второй брейк-поинт отыгран. И ошибается. И в очередной раз, ну нет, в данном случае не стал изображать нам лицо угнетенного судьбой драматического актера. Но вот Джокович пока потерпел. А это тем временем третий брейк-поинт. Ну, я думаю, что он понемножку стал понимать, видимо, что и Гулбис сразу вот так у него сразу все не получится. И, видимо, и латвийскому парню придется потерпеть где-нибудь до 10-11 брейк-поинта, прежде чем подачу Джоковича удастся взять. А может быть, это каким-то образом греет еще Нолока Джоковича. Нет первой подачи. Это трио мужчин, которым не нужны зонты в силу ширины полей шляп. И в площадке. Всего лишь третьего брейк-поинта. Браво, у нас был Бис. Удивительное дело по сценарию фабы, или нынешнего матча. Это получается. Но Джокович в очередной раз страдает. А тем временем его соперник делает брейк, и повел он со счетом 1-0. Анна Иванович уже успела к этому моменту завершить встречу против Пати Шнидер. Все было, наверное, даже еще проще, чем мы предполагали. 6-3, 6-2. При том, что Патни Шнидер... В общем, тот игрок, который, казалось, должен был навязать хоть какое-то подобие борьбы Иванович, но все очень быстро закончилось. Мы видим ровно за час практически со своей опытной, достаточно титулованной соперницей управляется вторая сейная этого турнира. И на самом деле сейчас уже самая высокая сейная в женской сетке Ролан Гарос, поскольку Мария Шарапова, сеяная здесь первой, свой турнирный путь закончила уже накануне. Кстати, сегодня еще из событий как-то интересных нам, надо, наверное, сказать, на корте Сюзанна Ланглен, вот на этом самом, где играет сейчас Нолок Джокович. Далее здесь появится Карло Суарес Навара и Елена Янкович. Ну, а затем третьим заходом здесь Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов должны играть четвертьюнал парного турнира против Янка Типсаревича Виктора Троицки. Сегодня, кстати, вот на Сюзанна Ланглен, такой исключительно сербский день вообще. В каждом матче будут участвовать сербы. Сначала Джокович, потом Елена Янкович, ну и потом Типсаревич Троицкий. На шестре сербских теннисистов, на второй по значимости корт. 30-0. Надо, по-моему, сейчас немножко собраться Джоковичу с силами. Ну, действительно, может быть, даже своего рода злую шутку с ним сыграло то, что он, наконец-то, сумел сломить соперника в первом сете. И, что называется, так струна порвалась сразу. Гитара больше не поет. Сейчас надо начинать все заново. Причем работы уже предостаточно, поскольку уже нужно отыгрывать брейк в этой партии, если Джокович, конечно, не хочет ввязываться в многосетовую дуэль со своим соперником. Добро пожаловать. Ну, собственно, не с первой попытки. Глубис очень быстро для этого матча берет свою собственную подачу, очень легко. Уверен, Джокович, действительно, пора уже приходить себя как-то понемногу, потому что в этой партии, в этих двух геймах он пока практически вообще ничего, кроме нескольких ошибок и кроме нескольких потрясающе театральных впечатляющих гримас, не продемонстрировал публике, в общем-то. Ну, вот это уже Новак Джокович. После подачи тут же входит в хорт, рассчитывая на короткий ответ соперника. На 203 километра мы видим, что цифра появляется прям по хору того момента, когда выполняет свой Форхен с Хавхорта Новак и выигрывает первое очко на подаче своей в этом гейме. Кстати, к этой секунде соперника выиграли очков поровну, по 56. Ошибается, Джокович, исполняя кросс. Да, в самом деле, по-моему, аут был, но там есть определенные основания для того, чтобы в этом факте посомневаться. Если он был не очень большим, но Гулбис не стал лезть в бутылку, просить судью слезть с вышки, проверить отпечаток мяча на грунте. Вторая подача. Хорошо, по линии убирает мяч с высокой точки, с верхним вращением. Гулбис. Вот так. Да, нервишки совершенно пошаливают, очевидно, это видно сейчас. Пустил Джокович сейчас инициативу в этом розыгрыше. Два коронных его любимых обратных кросса. Второй уже, когда он поглубже входил в корт, не привели к тому, что розыгрыш закончился, пришлось еще побороться, но за счет ошибки соперника все-таки очко выигрывает. Нужно резаным отыгрываться латвиец. И блестящий обводящий удар. Джокович сейчас явно на испуг пытался взять соперника. Видно было, что он пойдет к сетке, но для этого нужно было сыграть гораздо агрессивнее и искуснее в данной ситуации, потому что в итоге мяч оказался в том же углу, где это было удобно Гулбису. И, в общем, массу возможностей латвиец имел для того, чтобы пробить обводящий, что и сделал достаточно легко. Джокович даже пластаться вдоль сетки не стал, давая этим понять публике, что шансов, в общем-то, не было совершенно никаких. Бессмысленно совершенно было реагировать на этот мяч. Все-таки вероятность того, что ошибется, а ты же при длинном обмене ударами, значительно выше. Это по-прежнему так, по-прежнему, в общем. Эта тенденция с некоторыми исключениями, она соблюдается. Выигрывает Джокович первый гейм на своей подаче не без проблем. Впрочем, не без проблем он выигрывал свою подачу постоянно и в первой партии. Но это уже что-то. 2-1, впереди Гулбис. Подача Эрнесс Гулбис и новые мячи в игре. Хорошо Джокович попадает под заднюю линию. Тут же, имея все возможности развивать атаку и заканчивать этот розыгрыш свою в пользу, начинает разбрасываться ракетками. И это чинная французская публика не прощает Джоковичу. Ну, кстати, удивительный момент. Очень часто приходится видеть такого рода ситуации. Ракетками бросаются все, кто угодно. Ракетками бросается Сирена Уильямс. Ракетками бросается, ну, по крайней мере, стучит по корту Динара Сафина, Марат Сафин. Ну, допустим, Марата никогда с этим французская публика, которая его очень сильно любит, а свистывать не будет. Ни в коем случае. А Джоковичу при первой же оплошности, если вы ментально, что называется, достается по ушам по полной программе. Такое впечатление, что какой-то страшно крамольный человек совершил. Не иначе, как просто плюнул в лицо каждому находящемуся на трибуне зрителю. Взяв на себя функции волхва, Новак Джокович сейчас такими, кидая пасы руками, загонял мяч на половину корта соперника. Но это не помогло. Оба повеселили публику. И оба улыбаются сейчас. Гульбис с удовольствием. А Джокович сейчас, так скажем, улыбкой трагического клоуна. Который понимает, что все это было очень забавно и смешно, но закончилось все-таки не в его пользу. 40-0 тем временем уже, дело, что называется, к шапочному разбору ближется. Близится в этом гейме. Реверсом не получается сыграть, но по достаточно высокой траектории сейчас запускал этот обводящий. И совершенно намеренно, разумеется, с этой стороны. Потому что реверсом сыграть на такой высоте агрессивно, мощно, сложно очень. Соответственно, нужно мяч направлять очень точно, прижимать его к линии. Желательно по диагонали. В этой ситуации Глуби сделал все правильно. Единственное, что ошибся. Соответственно, все правильно сделал Джокович. Тем самым заслужил хотя бы одну очко. А в этом гейме, достаточно короткий гейм, но вместивший в себя два таких замечательных события, как совершенно шикарный розыгрыш. Одобренный публикой. И первый бросок ракетки со стороны наука Джоковича. А в этом матче. Счет 3-1. Я думаю, не лишним пока есть паузы поговорить. Ну, начнем, наверное, с Глубиса. О том, как он шел по сетке на Ролан Гарос. Этим рекордным для него. В первом круге обыграл представителя Германии Симона Гройля. Квалифая. В трех партиях. 6-4, 6-0, 6-4. Далее под руку попался ему немало Джеймс Блэйк. Седьмой осенний на этом турнире. Не грунтовик, конечно. Но, в общем, человек очевидный, который был фаворитом. В противостоянии с Глубисом. 7-6, 3-6. 7-5, 6-3. Единственная партия, которая вообще Глубис на этом турнире проиграла. Он проиграл именно Джеймсу Блэйку. И далее не проигрывал уже ни одного сета. Николас Лапентий и Микаэль Ладра. Особенно обидно для французской публики. Были биты Утышом в трех сетах. О новости Джоковича при случае поговорим, конечно, тоже. 0-15. Джокович допустил очередную свою ошибку. Глубис продолжает их делать стабильно много. Другое дело, что их количество и у Джоковича выросло. И в этом отношении он постепенно стал соперником подравниваться. 26 не вынужденных сейчас у Глубиса и 17 у Серба. Здорово убирает мяч по линии Джокович. Бьет по восходящему мячу. Глубис не успевает ответить уже никак. А вот сейчас очень неудобно было этот мяч играть Джоковичу, который, попав в удачную подачу, сделал за шаг в корт тут же. И в итоге как-то немножко из-под себя приходилось сейчас с бэкхэнда грести. Мячик, в результате чего он, собственно, в аут и уходит. Ну так, на грани фола действовал Джокович. Мяч совершенно правильно, конечно, но мяч четко в линию у него попал. Глубис, в свою очередь, с укороченным, наверное, переборщил. Опять же, не первый раз уже вот таким образом в выгодной ситуации. В матч его подводит желание слегка поэстетствовать сыграть потоньше. Есть все возможности сыграть более надежным и простым, ну, агрессивным бэкхэндом. Далее уже подтягиваться к сетке, соответственно. Если соперник сумеет этот мяч достать, Джокович со счета 15-30 выходит вперед. В этом гейме зарабатывает геймбол. И выиграл гейм все-таки. Ощущение того, что латыш продолжает эти инициативы, оно встает. 218 километров. На самом деле, по-моему, это не совсем так, потому что мы видели, однажды Глубис выполнил эйс со скоростью 220 километров в час. По крайней мере, именно такую цифру фиксировало табло. Дождь собрался пойти еще раз, судя по тому, как публика начинает вновь активно открывать зонтики. Будем надеяться, что не критично. По крайней мере, первый пошедший дождь длился буквально минут 5-10. Затем прошел стороной. Блестящий кросс. Прямо под линию прижимает этим ударом мяч Глубис. Выигрывает. И, ввязываясь опять же в длинный обмен ударами, нашел ситуацию сейчас для быстрой атаки. Это максимально удачный для него расклад. Как я уже говорил, при длинном таком типично грунтовом обмене ударами, все-таки вероятность ошибки со стороны латвийского теннисиста значительно выше. Даже в ситуации, когда Джокович не совсем в порядке находится, как сейчас во втором сете. Это виды, в частности, вот по этой ошибке. 30-0. На своей подаче латыш ситуацию постоянно, еще неверенно контролирует. Очередная его мощная подача. И попадает, попадает в линию. Никто с ним совершенно не спорит. Мы не слышим судьи крика аут. Идеальный удар. Причем, в данном случае, в общем-то, такой и требовался. Потому что, в том случае, если бы этот бэкэнд оказался чуть более коротким, Джокович имел бы шансы достать удар и продолжить розыгрыш. Буквально на полметра, да, и действительно, Новок мог бы, скользя по грунту, как это, собственно, принято, когда приходится добегать до длинного глубокого мяча. Сумел бы что-то предпринять. 4-2 и 15-0 начинается уже гейм. Следующий на подаче серба. Вот две хорошие подряд подачи получаются. Вот впервые практически в этом матче и латвийский теннисист подает, что называется, голос. Новок Джокович-то по-сербски уже неоднократно засылал проклятие во все стороны, по всем возможным случаям. Ошибся Джокович с бэкхэнда. Но велико преимущество пока его в этом гейме. Две хорошие подачи, ошибка Гулбиса и есть запас прочности, можно себе. Пока можно это позволить. Да, угадал направление атаки даже сейчас латыш. Но в итоге, разумеется, этот розыгрыш и этот гейм в итоге остается за Новоком Джоковичем. Продолжается этот матч. Новок Джокович сейчас судьей этой встречи. Немножко поговорили за погоду. В общем, пришли к выводу, что пока вроде оно и ничего. Причем я так понимаю, что в большую степень недовольство происходящим, по-моему, Новок Джокович высказывал. Который, есть ощущение, не проще сделать перекур. Сейчас, ну это, с определенной точки зрения, понятно. Во-первых, человек осторожничает, бережет себя. А с другой стороны, сейчас ситуация явно невыгодная, не в его пользу, скажем, сейчас в этой игре. Хотя, с другой стороны, очень странно. От игрока высокого класса слышат, не дай бог, ничего не обвиняем, Джоковича, что он боится каких-то трудностей. Мы считаем, что не боится, а стремится применить некую тактическую хитрость. В данном случае, действительно, пауза. Некоторые на полчасика, может быть, пока этот дождик идет, вполне Джоковичу. На руку бы пошла, с учетом того, что он сейчас явно не владеет преимуществом. Продолжение следует... Добежит Джокович, добежит, но не успеет уже ничего сделать с этим мячом. Кстати, по мере того, как европейские грунтовые корты немножко подмокают под дождем, они становятся чуточку быстрее, чуть-чуть пониже становится отскок. И, ну, если, скажем, такую параллель можно приводить, они в некоторой степени, ну, по своей характеристикам, может быть, в ситуации, будучи подмокшими, становятся на американский грунт зеленый. В данном случае это, нельзя сказать, кому более нага на руку, потому что Джокович стоящий универсал приличного уровня. Агулбис, как сам для себя считает, тоже уже постиг многое в грунте, по крайней мере, с этого сезона, значительно добавил ему, скажем, переходные характеристики от грунта к харду, в общем, тоже. Нельзя сказать, что прям дико сильно помогают. Вот Новак поборолся на подачу соперника и зарабатывает первый в этом сете брейкпоинт для себя. Под бурные аплодисменты публике. Зрителям на курт сезона «Уэнглэн», конечно, интересно увидеть максимально плотную, насыщенную борьбу. И всегда приятно, когда появляются какие-то намеки на камбэк теннисиста, который чуть-чуть просел в психологическом и игровом плане. Бесконечно это не могло длиться. Рано или поздно Джокович, конечно, должен был ожить. Мы сейчас первые признаки это увидим как раз в этом гейме, по-настоящему. Хороший активно выигранный мяч, и следом сразу же это заставляет нервничать соперника с первого же брейкпоинта, в отличие от стартового сета во втором. Выигрывает Джокович. И все сначала, по четыре. Вторая подача. Ошибается при выполнении обратного кросса. Латыш, М-15. Вторая, соответственно, подряд ошибка у него, с учетом последнего розыгрыша гейма на его подаче. Да, и как бы опять струна не порвалась, по крайней мере смотрит задумчиво на свою ракетку. Глубис нет. В данном случае это с инвентарем все в порядке. Сам по технике исполнения срывает удар. Очень агрессивно наволит, пытался принять сейчас. 0-30. 30-0, прошу прощения. С лету не сумел сыграть этот мяч Джокович, хотя он и не был простым. Направлен был достаточно сильно. Довольно низко над сеткой. И его нужно было исполнить. А у Джоковича в данном случае полноценного контроля мяча не было, конечно, и поэтому он ушел в аут. Тут же Новок ошибся при попытке выполнить кросс острый, который мог бы обеспечить, конечно, ему победу в этом розыгрыше. По 30. Продолжение следует... Ну, тут браво, блестяще сыграно. С высокого форгана попадает под заднюю линию уверенно, а Джокович еще и в противоход сопернику, не оставляя никаких шансов, хотя сомневаюсь я, что при такой силе удара, угадая Гульбис направление, его, этого самого удара, он сумел бы с ним справиться, даже если бы остался в том самом углу. Стоп! А, вот и ровно! Коронный свой удар, обратный кросс. Чувствуется, что определенная неуверенность своих сил все-таки есть, потому что Джокович, невзирая на то, что взял подачу соперника, продолжает временами ошибаться и продолжает ошибаться вот в тех моментах, когда нужно сыграть максимально четко, когда нужно прижать мяч к линии. Вот эти вот мячи, которые в состоянии психологической уверенности выигрывают с теннисистами, но Джоковичем тоже, они часто очень чуть-чуть уходят в аут. Сейчас это не требовалось, при таком положении на корте можно было сыграть с запасом, что Джокович и сделал, и больше у него. Да, и второй раз в этом гейме ровно вновь собственная ошибка. на луко. Кого сейчас подбадривает публика? Джокович и Глубиса или обоих сразу? Два мяча, мяч задел сетку. Все-таки с первой не попадает. Чуть поскользнулся сейчас Глубис, но успел вернуться в корт и успел очень остро бэкхендом по линии, а потом в сфор бэкхендом по линии ответить. Выходит к сетке в результате вот того, что сумел развести по углам сейчас Новака Джоковича. И брейкпоинт четвертый в этом матче зарабатывает Латыш. Появляется у него возможность все-таки с брейком довести партию до победы. Хотя казалось вроде бы, что в последние минуты у Джоковича начало получаться все. Он выиграл подачу соперника. Он ввел на свои подачи 30-0. Сейчас отработал ногами, конечно, очень здорово. Два непростых. Удар выполнил. Что, опять струна? Ну, это, как говорится, претензии к компанию-производителю. И, по-моему, сейчас вот таким вот жестом, броском ракетки куда-то в сторону сарая с дровами, грубо говоря, вот туда, на растопку, он свои претензии и высказал таким образом. Ну, вообще, достаточно редкий случай. Только если натяжение ракетки струн, ну, это, опять же, по заказу игрока делать. Предельное, очень жесткое. Они могут рваться достаточно часто. Второй раз за игру. Попал Джокович. Сложный момент, когда владел от их инициативы. Джокович все-таки сумел переправить. Высокий мяч. По линии в корт. Вернуться в игру. Дотерпел. Вновь больше у него. Вышел он с брейк-поинта. Неужели струны порвались? Я думаю, что на этот раз нет. Но все-таки Джокович выигрывает гейм на своей подаче 5-4. У игроков такое достаточно активное общение с судьей сейчас происходит. Голубис по ходу той минутки, которую ему арбитр уделил, точнее, той минутки, которую он для себя потребовал, пожаловался на публику в очередной раз. Вот там на противоположной трибуне постоянно мешает ему существовать. 5-4 и приходится так же, как в первой партии, догонять. Здесь судьба распорядилась так. Последовательность геймов идет таким образом, что так же, как и в первой партии, в этой Голубис вновь подает вторым номером. Это значит, что у Джоковича вновь есть шанс, взяв подачу оппонента, закончить этот сет. Тяжело, понятно, да, очень тяжело. Пробежал такое большое расстояние. Вдоль корта имел все возможности и не попал. И дико обидно. Тоже, само собой, разумеется. Кому жаловаться? Да, в общем-то, никому. Самому себе. И, что самое главное, на самого себя при этом еще. Непростой был мяч, но дошел до него Джокович, и мяч игрался по линии. Совершенно нормально. Вот практически розыгрыши близнецы. В данном случае, только в предыдущем моменте укороченный предложил Голубис до него, добегал Джокович. И вот так же перевел мяч по линии. Не сумел этого сделать. Хотя в данном случае, оказавшись в практически такой же ситуации, Голубис этот мяч сыграл. Но он чуть все-таки побыстрее и поудобнее к нему зашел. Джокович логично совершенно лутышу в этом случае аплодирует. Памятая о том, что соперник сделал то, что сам выполнить не смог. Значит, аплодисменты вдвойне уместны в этом случае. Двойная Джокович пошел посмотрел, убедился в том, что это действительно так. Врать, в общем-то, скорее всего, не станет. Это, кстати, третья двойная уже. Платыша. У Джоковича по-прежнему ни одного. Не вообще чрезвычайно стабильная вторая подача, при том, что отнюдь не самая простая. Очень вариативная. С массой вариантов подкруток. Практически безошибочная. Даже в той ситуации, когда мы видим, Новок психологически себя чрезвычайно неустойчиво чувствовал. На протяжении нескольких геймов этого сета он все равно ни одной двойной не допустил. Ну, а кулбис, соответственно, пожалуйста. И два мяча до победы в этом сете Новок у Джоковича. Да еще раз 2-0 в матче, соответственно. Зацепил сетку, судя по всему. Повторить первую подачу. Да, ровно то же направление. Повторяю, подачу выбирает гулбис, только это менее удачной оказалось. Попал в заднюю линию. Очень было похоже на то, что мяч в аут уходит. Ошибается Новок. И жертва его праведного гнева снова становится ракеткой. И вновь его просто невероятнейшим образом остается такая акустическая плеуха от публики. В перемешку правда с аплодисментами она была выдана в акустический эфир, скажем так, от поклонников гулбиса. Вот это да! Есть ощущение, что мяч попадает в площадку. Это просто, это не просто браво, это даешь еще, что называется. И очень хотелось бы посмотреть повтор. Посмотрите, одно здоровье, какая диагональ, какая подкрутка, какой короткий мяч. В центр квадрата, по-моему, он ложится. И какие-либо шансы вообще в этой ситуации на то, чтобы ответить, они вообще исключены. И Джокович даже извинился перед соперником, ну, прости паренью. Не каждый раз получается, но вот получилось случайно. Пытаюсь постирать мяч, Новок чуть не улетел на трибуны к зрителям. Цветы помял, но это не страшно, заменит, если что. Попадает. Был какой-то крик, не совсем понятный. Сначала показалось, что линейного судьи, как раз, который смотрит за центральной линией квадрата. Но это был не он. 5-5, и как минимум такой же счет в лучшем случае мы увидим в этом матче. В лучшем случае для кого-то из теннисистов. Ну, а в приемлемом тоже для каждого из них случае мы увидим тайбрейк. Ну, и, в общем-то, сами ничего не будем иметь против. Кому аплодисменты, не совсем понятно. Может быть, Джоковичу за этот чудо-прием. Хотя в этот момент, по-моему, как раз был близ. Никому не аплодировал. Он замер и обомлел, потому что не совсем понял то, что произошло. Но прием был, конечно, просто выдающийся. Так остро и круто ответить с бэкханда, скажем, сложнее, чем с форханда даже. С форханда такая, вероятно, и существует. Но бэкханд еще сложнее. Это у Джоковича получилось, наверное, один из самых красивых приемов турнира. Однако гейм все равно за соперником и трудится и трудится еще. Срывает удар, он близ. Все было хорошо. Сделал зашаг в корт с обстановкой для развития атаки. Была неплохой. И попал бы в корт следующим ударом, в лучшем случае для Джоковича. Следующим закончил бы. А то и, может быть, и с этим уже не сумел бы совладать серп. 15-0 Павел Джокович. Не получается. Укороченный после хорошего приема Гулбиса, но, в принципе, в данном случае, с учетом того, что прием был хорошим, но достаточно крутым, глубоко в корт. Зашел вглубь корта Джоковича. Укороченный проходил бы здесь, я думаю, если бы был исполнен сербом. Все по сценарию развития событий делал очень верно. Главное же не только написать, но и сыграть еще. Вот сыграть как раз не получилось. А, вот, боже мой. Ну, как же так можно в такой ситуации ошибиться? Все полностью сделал правильно. Опять же, подождал. Опять же, четко прочитал направление движения Джоковича. Джокович, как и в предыдущей ситуации, когда вот такой схлест, фехтовальная дуэль случилась у соперников около сетки, пошел к линии. В линию именно сыграл тогда Гулбис, а сейчас поймал Латыш. Идеально, в противоход соперника. Только в корт попади. И не обязательно прямо под линию, с учетом того, что ты уже заставил соперника бежать не в тот угол, в который сыграешь. Да, очень четко слету. Два геймбола. И новых максимально близок к тому, чтобы обеспечить себе тайбрейк, как минимум, в этой партии. Час 58, не закончилась еще вторая партия. Игра идет почти два часа. Игра идет почти два часа. Ошибка 36-я невынужденная ошибка на Гулбис и 6-5. Тысяч зрителей заполняется до предела, так же, как и корт Филипп Шатрие, который вообще вмещает практически 16. В данном случае, конечно, когда идут уже четвертьфинальные матчи, он полом почти до отказа. Вот они, ровно два часа. Напомню, что первая партия час-три минуты продолжалась. В принципе, судя по всему, если уже Гулбис особенно выиграет свою подачу и будет тайбрейк, то это точно будет длиннее. По времени. Это дать такой же график, близкий к рекордному. Поэтому, если спортсмены будут его выдерживать и дальше, то так можно и вполне себе часов в пять с небольшим сыграть. Входят в корт после подачи. Были все возможности для развития инициативы в этом розыгрыше. Очередная собственная ошибка. Продолжение следует... Вот и Джокович отрел любезностью, играя с бэкхэнда. 15-15. А вот тут Гулбис не угадал. Редкий случай, когда он не заставил Джоковича бежать в противоположное от направления собственного удара угол. И Джокович имел возможность для того, чтобы ответить, но не сумел низкой надсеткой направить. Мяч чуть-чуть ошибается. И 40-15. Я думаю, что сейчас напряжение немного здесь отпустило. Имел Шан Шидзокович выкинуть тот же номер, что и в предыдущем сете. Если бы не одна собственная ошибка, если бы чуть больше удачи в тот момент, когда Латыш пошел к сетке. Четвертая двойная. Ну, слишком просто выходить из простых ситуаций, что совершенно не хочется. И даже в положении, когда есть 40-15, есть возможность вроде бы более спокойно обеспечить себе таймбрейк. Он, видимо, решил оплатить любезность у Джоковича за ту ошибку, которую в начале гейма допустил. Пятая двойная. Ну, и во втором случае, когда соперник вышел к сетке и направил мяч в тот угол, куда пошел Джокович, Новак уже соперника не простил. Два таких шанса подряд. Третий Сейн и игрок два раза опростоволосишься Латышу. Не даст, конечно, и на это даже не стоит рассчитывать. Ровно в итоге. Опять же, два мяча до победы в этом сете Джоковичу, как и в предыдущий раз на подачу Гулбиса, возникает такая же ситуация. До брейкпоинта, кстати, при счете 5-4 дело не дошло. Очень сильный ветер. Корить себя Новак, но с другой стороны, непросто был же совсем низко из-под сетки этот мяч сыграть, причем желательно сыграть косо. Кроссом сейчас для того, чтобы создать какие-то проблемы в этой ситуации Гулбиса, не просто так перекинуть его через сетку. Агрессивный прием со второй подачи захватывает Джоковичу инициативу. Сразу же и любимым своим обратным кроссом заставляет ошибиться соперника второй раз ровно. Агрессивный прием. Да, в принципе, нормальный, укороченный, хороший по делу, только было ощущение, знаете, что развитие событий Джокович считал полностью. И, по-моему, он уже, в общем-то, бежал туда. И шант оставался вполне у Новака для того, чтобы вернуть фортуну к себе лицом. Сыграл именно туда, где оказался Гульбис. Новака в корте. Больше у Латыша. В корте мяч, но подождал сейчас, подумал, не стал играть по восходящему, дал мячу опуститься и уложил его в корт аккуратно. В этом ударе больше контроля, нежели силы. И мысли у него достаточно много. Потому что просто достаточно много времени для того, чтобы оценить ситуацию. В том случае, если ты не пытаешься вот такие вот высокие мячи играть по восходящему, даешь им пройти высшую точку. Ну что, 6-6. И тайбрейк нам все-таки предстоит посмотреть. Ровно 1 час и 3 минуты как раз идет второй сет. То есть, планку первой партии, естественно, уже в любом случае поднимают. Хотя бы на парочку минут. Это даже при самом невероятно скоротечном развитии событий. В этом тринадцатом гейме. Четвертый эйс. Очень нужный момент. Глубис очень хотел ответить тем же. Классный кросс. Ошибается, исполняя бэкхенд. Прошу прощения, форхенд по длине. Причем ошибается очень сильно, не зря на то, что риска какого-то потенциального в этом ударе не было. Просто был такой проходной удар для того, чтобы в дальнейшем развивать комбинацию. Практически по центру корта. Более чем простой для профессионала. Ну вот, Глубис сделал наконец-то после парочки ошибок то, что он делал так убедительно на протяжении всей игры. Заставил бежать Джоковича в другом направлении. В этот раз никаких шансов у сетки он сопернику не оставил. Но мини-брейк Новак Джокович сделал. 2-1 он впереди. Дождь продолжает идти. И, судя по всему, он в очередной раз усиливается. Да, причем его даже видно на этом плане хорошо, насколько он силен. И, пожалуй, условия не самые хорошие для продолжения игры. Я думаю, сейчас оба будут за то, чтобы, по крайней мере, эту партию закончить. И особенно, конечно, за будет Новак Джокович, который вышел из непростой ситуации в этом сете. И сейчас повел 3-1 на тайбрейке. За счет того, что мини-брейк сделать сумел. Да, ну и не дал сопернику тут же ответить. Берет две свои подачи, берет очень уверенно. Классно. Выходит к сетке, с реверса заканчивает. Этот игровой момент. Дождь ощутимо силен. Достаточно скользко сейчас будет на грунте. Ребятам нужно быть поаккуратнее еще. В этой ситуации уже опасно тянуться за мячами, которые прижаты близко к линии. Эйс от Булбиса. Девятый в этом матче. И внимание наши телевизионщики постоянно фиксируют на том, что осадки сильны. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного. От этого факта, действительно, никуда не деться. И он очень сильно влияет на происходящее. 4-2. Сейчас нужно латышу обязательно брать. После того, как соперники поменяются сторонами. Вторую свою подачу. Потому что проигрыш второго мини-брейка уже поставит его просто в критические условия. Соотношение выигранных мячей и невынужденных ошибок у Булбиса совершенно одинаковые. 39-39. Получилось здорово. Он подрезает коротко у сетки сейчас справа с форханда. 5-3. Девятый. Активная такая хорошая подрезка. Практически не оставляющая шансов на сколько-нибудь высокий отскок сопернику. С нижним вращением мяча. Ошибается Булбис, но шанс еще есть. Самое главное он сделал, он взял две свои подачи и ему нужно вернуть всего лишь один мини-брейк, который он проиграл. И тогда по дозанной ситуации выровняется. Вот он будет как раз сейчас. Этот мяч. Ни в коем случае проигрывать Булбису нельзя. Потому что в потенциале 30 бола. Да, эти самые 30 бола возникают. Но прекрасно понимал Латыш, что от него сейчас нужны более активные действия. И в силу этого решил принимать максимально агрессивно. Ошибся, причем достаточно серьезно. Видно было, потому что мяч глубоко в сетку влек далек. Он был от того, чтобы выиграть, разумеется, одним ударом сейчас. 6-3. И нет первой подачи, которая частенько по ходу этой встречи, особенно в первом сете, в нужные моменты могут Булбису пролизалась. Да, и все. В итоге собственной ошибкой заканчивает Латыш. Эту партию Новак Джокович повел. 2-0. 7-5-7-6. Ну и добро пожаловать в статистику второго сета. В первую очередь, конечно, добро пожаловать в эту игру. В очередной раз в этой партии Булбис выиграл побольше активных мячей, нежели Джокович. Но разница не столь колоссальна, как в первом сете. Нивелируется это тем, в свою очередь, что и количество ошибок. Оно было велико, но их было много и у Джоковича. 20 против 17. То есть, опять же, соотношение выигранных мячей и невынужденных ошибок остается примерно одинаковым у спортсменов. В итоге сумма приводит к примерному равенству. Примерное равенство на площадке мы, в общем-то, и видели. В ходу этой встречи. Единственное, что выигранных в общей сложности мячей у Джоковича все-таки чуть-чуть побольше. 99 против 92. Но хотя бы потому, что он на 4 мяча больше выиграл на тайбрейке. Следним, это так качнуло вот в этом аспекте чашу игры в его сторону. Сейчас психологически очень непросто будет Булбису совладать с собой, прежде всего. Потому что, опять же, имея неплохие шансы, более чем неплохие во втором сете. Ведя с брейком, он спускает инициативу, проигрывает вторую партию. Да и вообще очень сложно уже. Для этого нужно быть искушенным игроком, психологически очень устойчивым. Обрести себя в игре после того, как проигрываешь две партии. Очень велик собран, что называется, расстроиться и плюнуть на все. Ну, не так, конечно, гротескно, но многое просто перестает получаться. Посмотрим. Блестящий форхонт по линии. Ну, Джокович в очередной раз изображает картину Рэпина «Приплыли». А вот он вообще совершенно не понимает, каким образом это можно произойти и каким образом вообще технически возможно будет выполнение такого удара. Эйс. Первый гейм, если удастся уверенно сыграть, спокойно провести, то тогда это поможет обрести себя в третьей партии Глбиса после неудачного тайбрейка. Все еще возможно в этом матче для него. Вот так. Оба были хороши, у Джоковича последует оставить... Один из в этом розыгрыше, прежде всего, хороший очень косой прием с бэкханда, который, в общем-то, мог позволить ему в 2-3 удара теоретически закончить эту комбинацию. Этот розыгрыш, но Глбис не дал этого и сделать. 40-30. И еще один эйс. Одиннадцатый уже в коллекции латвийского теннисиста. Вот, я думаю, уже рассказывал я о том, как добрался до 1-4 финала Эрнест Глбис. Сейчас, можно сказать, пару слов во имя справедливости и о том, как этот путь дался Новаку Джоковичу. Самое интересное, что самый сложный свой, по сути, матч, ну, такое часто случается, особенно на грунте, пока человек не набрал пик формы, которые приходят по хору турнира, провел именно в первом круге против совершенно несложного соперника Денниса Грэмельмайера из Германии. Джокович, проиграв ему первый сет, выиграл второй, и была очень нервная третья партия, которую Джокович выиграл только со счетом 6-5. О, 7-5, прошу прощения, ну и далее уже 6-2. Мигелянки Лопенхайес с опеку Квалифа, испанский соперник Джоковича во втором круге. 6-1, 6-1, 6-3. Здесь уже очень легко. В третьем круге победил американца воина Одесника в трех партиях. Ну и Поле Анри Матье, французского теннисиста, который даже, в общем-то, Сейеном был. Это единственный вообще теннисист Сейеный, с которым встретился на пути к четвертьфиналу. Джокович и отдалил его достаточно уверенно. 6-4, 6-3, 6-4. Борьба там была, но очень как-то халатно, скажем так, к реализации многих своих неплохих шансов. Поле Анри Матье относился, сделал гораздо больше ошибок, чем Джокович. В общем-то, в частности, игра была неплохая. В общем, так же, как и Латыш, Сейен проиграл на пути к четвертьфиналу один сет. По 15-ти. Не ложится мяч под линию. У Джоковича сейчас много таких вот ошибок, по чуть-чуть, когда исполнил удар. Задумал хорошо. Все-таки нервозности сегодня достаточно много в его действиях. Ну, что поделать, непростой соперник, действительно, очень непростой. Очень сложный. Сейчас удар пытался через коридор пробить по линии Гулбис не получилось, мяч довольно далеко уходит в аут. Ну, задуманно-то было красиво, у меня всяких сомнений. В творческой смекалке не откажешь. Почти попал по судье, контролирующему, линию, разделяющую квадраты. По 30-ти. Не как-то, когда какой-то длительный период стабильности в игре Джоковича не возникает по ходу этой встречи. Хотя надо отдать должное, что тайбрейк-то провел как раз выше всяких похвал. Что и требовалось, в первую очередь, по ходу второй партии. Оператор балуется. Не знаю, по собственной инициативе или с подачей режиссера трансляции французского. Ну и, конечно же, обратным кроссом. Это куда как более вероятно. Ну, любит этот удар Новый Джокович и получается он у него. Чем-то сам все равно недоволен. Продолжает оживленно вести сам с собой беседу. Да, в принципе, была возможность сократить в этой ситуации. Только исполнить не удалось. И 1-1 Джокович выигрывает этот гейм. Испытав, по ходу, у него определенные трудности, допустив две собственные ошибки. 29 их на данный момент у Новака, 45 невынужденных ошибок у Эрнеста Гульбиса. Классная подача и наваливаясь на одну ногу, так а-ля Марат Сафин, который очень любит высокие мячи с бэкханда играть именно таким образом. Но это достаточно удобно. В той ситуации, когда вот именно высокий мяч с бэкханда приходится играть, Гулбис ставит точку в этом розыгрыше. Настырный малый, самое интересное, ну, оба практикуют, короче, они достаточно часто резаный. Но Гулбис сделал это буквально через розыгрыш после того, как допустил ошибку при выполнении этого элемента. В данном случае все удачно. Еще одна двойная, шестая по счету. Пятая, прошу прощения, да. Джокович по-прежнему не допустил ни одной, но Дефирамба его действительно уверенной и стабильной второй подачи я уже пел. И попадает третий раз подряд Латыш. Ален Олак Джокович. Обратным кроссом сейчас заканчивается ситуацию. Войдя глубоко в корт Гулбис. Вполне по месту сыграно. В этом положении, в принципе, если прижать мяч близко к линии, можно играть как обратным кроссом, так и кроссом. С Ворханда совершенно не имеет значения. При таком положении на корте тот и другой удар одинаково успешнее могут оказаться при мощном выполнении. 40-30. Это очень похоже на эйс, и, собственно, это он и есть. Двенадцатый. И 2-1. Впереди Эрнерс Гульбис с третьей партией. Деми на подаче Нового Каджокова еще начинается. Пока еще ни один из теннисистов подачу соперника взять в этом сете не сумел. Более того, пока на своей подаче держатся оба достаточно уверенно. Мяч попал в площадку. Нам сейчас, наверное, продемонстрирует повтор. Ах, молодец, Джокович, красавец. Заставил судью спуститься с вышки. Кстати, по-моему, а вот вы знаете, вот так при этом повторе виден небольшой просвет между линией. И, наверное, за счет того, что там был отпечаток, мог бы судья установить истину в данном случае. Но Джокович, будем считать, что сделал подарок своему, другу детства, грубо говоря, с которым вместе занимались в одной теннисной академии. Сам стер след. Заставил судью немножко побегать. Ну, мужчин достаточно тучный. Лишние 10 метров с перспективой подняться и спуститься на вышку ему не повредят с точки зрения борьбы с лишним весом. Так что Джокович еще и в роли фитнес-инструктора по неволе выступил. Ну, то, о чем я говорил, ну, неоднократно уже, в общем-то, четко через один раз, да, один укороченный, успешный практически всегда. У теннисиста любого уровня, любого класса игры, за редкими исключениями, за отдельно удачными, за отдельными удачными матчами, это такая палка о двух концах. Раз на раз примерно так и приходится всегда. Сейчас не в ноги пытался играть, а именно обводить своего соперника Гульбис, играя максимально низко над сеткой, чтобы, в случае, если уж доставал этот мяч Джокович, а он доставал его, его пришлось бы играть тяжелый, мощный мяч. Прямо над плоскостью сетки буквально. Ошибся. И легко Налак Джокович берет свою подачу. Практически без нервов на аккорте Филиппа Шатрие. Тем временем уже достаточно давно и достаточно уверенно играет Рафаэль Надаль и Николас Альмагра. Шведский, прошу прощения, испанский дуэт. В результате этой игры говорить мы вам, конечно же, не станем, садись тем, что мы покажем вам ее несколько позже. Но матч тоже чрезвычайно интересный. Скажу хотя бы то, что Надаль, когда узнал, что Альмагра будет его соперником по 1-4 финала, заявил немного и немало, что это один из 3-4 теннисистов, которые сейчас реально могут обыграть его на грунте. Ну и похвалил себя, и заодно и соперника не забыл никого. Так что не пропустите. И 0.30 сразу свидетельствует с этим оживлением на трибунах. Это, если говорить о далеко идущей перспективе, забрежило перспективу окончания этого матча, можно сказать даже. Два мяча до брейка Джоковичу, а там уже недалеко и до заката. Игры, соответственно, а не солнце. Браво! Оба очень здорово по линии сыграли Джокович бэкхендом. Первый раз поставив в тупик практически соперника, заставив его защищаться. Растягиваться по грунту, играть этот мяч в тяжелой ситуации, но уже через один удар по линии с Форхан. На этот раз великолепный, совершенно уже на этот раз на вынос, на убой играет Гульбис. Оставляй за собой. Это очко 15.30. А мяч-то был ключевой, по сути, в этом гейме. В случае, если бы не достал этот бэкхенд по линии Гульбис Аджокович, это были бы три брейкпоинта. Попал. Если верить статистике, как я говорил, что в предыдущий раз укороченный выполнил неудачно. С точки зрения итогового результата, этот должен был принести, по идее, очко. Вот второй раз подряд. Добежал Джокович, конечно, ногами. Стартовал моментально, здорово. Успел. И далее уже у сетки выиграл дуэль соперника. Два брейка. И без первой подачи остается. Латыш. Зато остается со вторым в этом гейме. Совершенно блестящим. Форхендом по линии. Браво, Эрнест. Очередной активно выигранный мяч записывает себе в актив. Дважды в этом гейме. Выполняя кросс, нарвался на такой вот ответ с Форханда со стороны своего соперника. 14 брейков было у серба, 4 у латыша. Но разница в реализации невелика, вы видели прекрасно. Ай-яй-яй. И то же самое сделать сейчас пытался Гульбиш, что в предыдущих розыгрышах сыграть по линии. Причем ситуация-то куда как более выгодная была в этом моменте, чем в тех розыгрышах. Повторение «Раван Гарос» 2007. Но по понятным причинам не срослось. Уже совершенно точно не срослось. По той простой причине, что Довиденко вылетел задолго до полуфинала в третьем круге. Ну это, собственно, первые четыре номера посева. В прошлом году Джокович так высоко еще сея не был. Был он, по-моему, шестым или седьмым. Шестым все-таки, если не ошибаюсь. Пятый у Джоковича. В этом компоненте игры он, конечно, сильно проигрывает Гульбису. Но, с другой стороны, у него вообще нет двойных ошибок. Попал мяч в прощадку. И вот таким вот хитроумным образом пришлось Джоковичу играть. Но, с другой стороны, сам виноват. Несколько расслабился. Мог бы, если бы уверен был в том, что, конечно, этот мяч попадет в корт, нормально добегать до этого мяча и нормально его сыграть. Получилась свеча у Гульбиса. Кроссом на кросс, да. Стандартная теннисная ситуация, когда получается одного из соперников острый кросс. Второй, улетая за корт, имеет возможность еще более остро таким же ударом ответить. Если исполнит. Соответственно, Гульбис исполняет это более чем убедительно. Ну, Джокович уже не достает мяч. Ошибся. Сейчас стоило потерпеть, наверное. Помучиться, что называется. Весьма возможно, что... Уже и не будет ни одного шанса толком зацепиться за подачу Джоковича. Сейчас нормально сыграл в приеме. Была возможность продолжать этот розыгрыш. Очень недоволен собственными ракетками. Просто страшно. Дважды порвал струну. Это понятно. Это меняется не по этой причине. Соответственно, за матч он использует уже четвертую ракетку. Этот замечательный латвийский парень. Латвийское чудо, как его здесь называют на Ролангарос. Их четыре, в общем-то, как правило, спортсмены и берут на игру. То есть, весь лимит исчерпал. Виброгаситель очень забавный. В форме символа инь-янь. И все-таки возникает брейк-поинт. Может быть, это пауза, взятая соперником. Не на руку подействовал Джокович, и он ошибся. Да, ну тут же принялся поправлять струны после этой ошибки Гульбис. Наверное, если бы была пятая ракетка, сейчас бы дернулся, пошел бы менять ее, наверное. Очень хорошо подкручивая мяч, затянув немножко этот удар. Выигрывает момент Джокович. Видим, что в момент нанесения удара уже пошел противоположный угол Гульбиса. Дал ему, соответственно, возможность сорваться туда. Джокович сыграл в противоход. Выиграл гейм один из редких случаев, когда брейк-поинт возник, подвисает так. Подача Джоковича периодически с такой постоянной периодительностью, перманентно, можно сказать. Регулярно нам приходится видеть счет ровный, не один раз, на подачу у Серба. Но брейк-поинтов как таковых, это, в общем, статистика была недавно, было у Гульбиса. Всего пять, так что редкой возможностью взять подачу Серба он не воспользовался. Это еще в той ситуации не будем забывать, когда одну свою он проиграл. И сейчас, в общем, отыгрывать нужно любой ценой. Попадает Джокович. По линии 15-15. Бурный аплодисмент из трибун. За красивую игру публика простит все. И даже метание ракеток. А про мяч, чего несколько Гульбис так глубоко в Корсероза после подачи вошел. Мяч очень неудобный, ему пришлось играть после приема Джоковича. Ну, сыграл-то он его здорово, тем не менее. Хотя отнюдь не факт было, что так получится все. По тридцати. Выручает Гульбису его блестящая подача. Не дает он пока, по крайней мере, Джоковичу брейк-поинт заработать. Дважды подряд резаным отыгрывается Джокович, но во второй ситуации это уже был незащитный. Именно атакующий удар, потому что пытался укоротить. Две еще теоретические возможности остаются у Гульбиса продолжить эту игру. Одну из двух потенциально оставшихся до конца этого матча подач своего соперника он обязан брать для того, чтобы продолжить выступление в этом матче. Ну, а там уже чем черт не шутит на этом турнире. Хотя в любом случае даже если сделать этого не получится, впечатление от его игры останется такое достаточно цельное, приятное. И видно, что у человека этого может быть большое будущее очень. И 2,2 парня исполнилось 19 лет и уже сейчас, в общем-то, он способен играть на уровне Новака Джоковича. Те же самые 19 лет Новак Джокович был уже здесь в полуфинале на Ролан Гарос. Ну, тогда мы говорили про Джоковича в полуфинале, что он видно временами, что способен играть на уровне Рафаэля Надали. Посмотрим, что будет с Гульбисом как раз через год здесь. А может быть и раньше. Есть еще US Open, который тоже Гульбис вполне полюбился. Есть еще Umbledon, который в силу того, что с любым покрытием уже Гульбис справляется достаточно легко, тоже может быть для него неплохим турниром. Посмотрим, пока он выигрывает первый-первый мяч этого гейма. КОНЕЦ! 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 Хорошая подача. Да что ж такое, неспокойный парень. Неужели еще одна есть? Просто фантастика. В каком же количестве он их держит с собой? Ну если я действительно правильно все посчитал, то это уже четвертая за игру получается. Есть ракетки, по ней понятно, что одной модели, просто с несколько разным протяжением струн могут быть для корректировки собственной игры, скажем так. Глубис перемирил применительно к Джоковичу весь свой теннисный арсенал. Один взрыв. Один. Тена. Он выдать. Немножко повезло Джоковичу, последний удар был выполненным не на уровне, надо было сыграть более агрессивно в этой ситуации реверсом, конечно, чтобы Гульбис потерял всякие шансы на борьбу в этом розыгрыше, а так в итоге Латыш очень опасной для Джоковича свечу сумел выбросить, попади он в корт, с самого ред момента уже Латыш бы находился в сетке, со следующим ударом у Джоковича могли возникнуть проблемы серьезные. А очень похоже на то, что мяч попал в линию, Новак пойдет, проверит, очертил то место, куда попал мяч. Арбитр проверять не пошел, но все полностью уверены и никаких претензий со стороны, проигравшей со стороны, со стороны проигравшей стороны, простите за невольный каламбур, нет сейчас, поэтому 40-15. Далековато от квадрата, почему по длиннее и по ширине эта подача не получается у Новака. Вот и первая двойная ошибка, она подстерегла в третьем сете Джоковича, но это при счете 40-15, в момент, когда еще можно считать допустимым. Ну и соответственно при счете 4-3 в его пользу. Следом полностью компенсирует свою собственную ошибку эйсом, серп 5-3. В общем, следующий гейм может стать последним в этом матче, но в любом случае события можно не форсировать. Джокович, в любом случае, если он проиграет гейм на подаче Гульбиса, будет иметь гейм на своей подаче. Побежали. Побежали. Добавля. Бывай. Побежали. Побежали. начинает уже вставать предчувствие близкое приближение игры. Шестая ошибка у Гульбиса. 0.30 Да, второй раз уже в этом сете. Мы видим такую ситуацию, когда на хороший, но недостаточно мощный кросс Джоковича отвечает той же монетой, но с достаточным запасом агрессии. Гульбиса выигрывает мяч. Чуть-чуть поскользнулся. Еще Новак так может быть, если бы сумел переложиться, может быть и зацепился бы за этот мяч. 15.30 Нет первой подачи. Салжи с агрессивного приема пошел Джокович Сетки, поддавливая соперника, форсируя события. Но достаточно простой мяч сейчас. Нельзя сказать, что он элементарным был, но... Видим, как ошибается при попытке придать мячу нижнее вращение. Не хватило угла ракетки для того, чтобы правильно выполнить этот элемент. Ну тут же у Гульбисы подача еще хорошая прорезалась. Да, все шансы имел уже в этом гейме Джокович закончить. Матч, но пока... Перехватывает Гульбис инициативу на классный обводящий удар. Нарывается. Рановато, рановато полез к Сетке. Видно было, что последний удар не дает колоссального преимущества. Ему видно было, что Нокович может остро ответить. Надо было потерпеть, пожалуй. И даже до хавкорта он толком не успел дойти, когда пришлось уже мяч играть. Больше у Гульбиса. И его поклонники все еще в более или менее неплохом настроении. Сорновый удар слева Джокович. И все-таки при обоюдных шансах в этом гейме, как и в гейме предыдущем на подаче латвийского теннисиста, так именно нельзя ни в коем случае сказать, что Гульбис играет хуже, чем Джокович. Но статус звезды и статус мастер-экста класса спортсмену придает именно умение максимально надежно проводить концовку, максимально четко выигрывает ее. И насколько часто мучился от собственных ошибок, от собственных неудач по ходу этой встречи Джокович. Но он выиграл гейм на подачу Гульбиса в концовке первого сета. Он блестяще, без единой ошибки, максимально уверенно провел тайбрейк, что позволило взять ему этот тайбрейк без особых нервов со счетом 7-3. А в остальных моментах можно уже позволить себе повздыхать, побросать ракетку, поделать несчастные глаза. А вот сейчас наступает та самая еще одна важнейшая концовка. Двид Джокович уже оставил за собой. Третий час икс по ходу этой встречи. Без первой подачи. Добежит до мяча и сыграет его в противооход 0.30. И тут же публика еще раз с удовольствием оживилась. Любой поворот событий. Любая ситуация, когда Фортуна меняет своего любивчика, публике очень даже на руку. И так же, как с большим удовольствием зрители аплодировали Джоковичу, когда появился шанс у него в предыдущем гейме, сейчас столь же уверенно аплодирует и Гульбису. Кстати, когда у него получился шанс, если не спастирующий, чуть продлить этот матч. Ошибки при выполнении элемента, который в этом сайте получался неоднократно уже, при попытке выполнить острый кросс. Гульбису на этот раз запаса высоты мяча не хватило для того, чтобы перейти через сетку и очень досадный для самого игрока момент. Перспектива трех брейк-поинтов, по крайней мере, убежала. От Латыша сейчас. Нет, первая подача. Кстати, после попадания второго мяча выигрывает Джокович побольше. 55% розыгрышей. Гульбис 48 по ходу этой встречи. Да, великолепно. И будет два шанса Гульбису для того, чтобы выровнять ситуацию в этом сете. Шикарный удар слева по диагонали. Джокович впахивал там как мог, но в итоге даже до мяча не дотянулся. И вводящий получится. Попадает в линию Гульбис. 5-5 в третьем сете. Ничего еще здесь не закончено. Ни в этом сете, ни в этом матче. И всякое еще может случиться. Потрясающе интригующая игра. И в любом случае массу самых лучших отзывов, я думаю, здесь уже латвийский Тенниси заслужил. Бурные аплодисменты. Публика не садится. Буквально на протяжении уже, наверное, секунд 20. Несомненно, в адрес Латыша. И вот этот вот взгляд. Острый как нож. Это подарок Новаку Джоковичу. Жокович тоже поаплодировал. Вот, правда, в этом, по-моему, есть легкий такой сарказ по отношению к публике, который очень быстро сменил у любимца по мере того, как ветер подул чуть-чуть в другую сторону в этом матче. Портит тишины у публики. Судья. По 15. Это была 57-я ошибка Гульбиса в этой встрече. На 35 у Новака Джоковича. Устает постепенно, видно, теннисист. Ему что-то там не нравится. Там где-то облака, да, из них вылетает солнце, а еще птицы, самолеты, и вообще там летают люки где-то над Парижем канализационные, возможно, еще. Это все, конечно, от усталости и от нервов. Количество двойных ошибок ближе. К концу матча растет. И это третья уже в этой партии непосредственно. На 7 в общей сложности. Да, однако, вот так очень часто бывает после того, как ты совершишь нечто похожее на спортивный подвиг. Кажется, что на этом, собственно, все уже закончено. Сделал уже все, что мог, и дальнейшее видится в каком-то свете таком радужным и очень простом. Действительно, 5-4. Так долго мучился, так долго старался. В итоге взял подачу соперника. Выдыхаешь, вроде все позади. И впереди ничего страшного. Два брейк-поинта у Джоковича. Аут. 6-5. Впереди Новак Джокович. Первым мячом в 12-м гейме Новак Джокович ошибся. Выполняя форхенд по линии 0-15. Хорошая была первая подача. Немного не попадает мяч. Аут. Аут. Причем решение явно принимается по инициативе первого судьи сейчас. Мы не слышали выкрика линейного. Но последнее слово всегда остается за ним. Несмотря на то, что первый арбитр сидит достаточно далеко, но он при этом в соответствии со старой поговоркой сидит еще и высоко. и все ему достаточно хорошо видно. 15-15. Слишком велико было в данном случае желание Гульбиса принять максимально агрессивно, чтобы не затягивать этот розыгрыш. Сейчас, понятное дело, он стремится по возможности найти свой шанс в том, чтобы избежать длинного обмена ударами. Давил постоянно по ходу этого розыгрыша, по ходу обмена ударами слева. Новак Джокович имел инициативу, он постоянно играл с бэкхэнда по восходящему мячу, а Гульбису приходилось отыгрываться и в итоге допускает латыши ошибку. Два матчбола. 40-15. Ну и все заканчивается. Было бы красиво, если бы это был Эйс. Ну, практически Эйс. И в очень тяжелой игре с опасным соперником. Соперником, который действительно способен в ближайшее время попасть в элиту. И мы видим, что соперников, которым они прекрасно друг друга знают, относятся друг к другу с уважением. Джокович все-таки берет верх, причем берет верх минимально возможным количеством партий. Правда, силенок для этого затратить пришлось чрезвычайно много. И на корте спортсмены, ну, для трех с этого поединка провели, по сути, предельное количество времени. Три часа. Джокович сейчас срывает заслуженные аплодисменты. С трибун не совсем однозначная для него игра с довольно большим количеством брака. Хотя в итоге для встречи с таким количеством розыгрышей 36 невынужденных ошибок. Это, в общем-то, неплохой показатель. Гульбис также мы видим. Порадовал публику, понравился ей. Ну и, в общем, не ударив блясь лицом, покидает турнир. Спасибо. Спасибо. Спасибо.